Оооо, так теперь я виноват стал, что попал сюда? Ну да ладно, даже если так, то всё-таки. Андрея, это ты ведь специально сюда затащила? Зачем, кстати? А перед началом этого видео, попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Здарова, братанэва, на канале YouTube Play, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить самого последнего героя в жизни, лучшую кражу, и мне посоветовали загружаться из менюшки мода, так что у нас вроде бы как пользовательский интерфейс ожел, по крайней мере, пока что. Погнали! Каково было мне, когда ты меня к дереву привязала, а? На то были свои причины. Меня не колешать, теперь я требую компенсации. Ладно, что ты от меня хочешь? У меня есть один вариант. Это меня донимало с самого начала нашей встречи. Можно посмотреть твои уши поближе? Мне всё никак не верится, что они настоящие. Ох, ну... Хорошо, давай, только быстрее. Вроде бы на сиське смотреть попросил. Мда, и правда твои. Кто же ты такая на самом-то деле? Увлёкшись, я начал чесать её за ухом, как настоящую кошку. Ты ещё смурлыкала? Отстранившись от меня на пару шагов, Юля заметно смутилась. После этого вопроса. Да, что-то прошлое вспомнилось. Замечталась, короче, отстань! Чё-чё? И откуда ты вообще такая тут взялась? И действительно ли твой дом этот лес? Про то, что это мой дом, я тебе уже говорила. А на первый вопрос я не могу тебе ответить. Потому что сама не знаешь ответа. Да с чего ты это решил? Просто... Ты это сказала как-то слишком неуверенно и грустно одновременно. Я... Да забей. Понял, что не моё это дело. Потянувшись в карман за пачкой сигарет, я вдруг вспоминаю, что так и не забрал их у Андрея. После нашего побега со склада. А что всё это время курил-то, а? Вот гадство. Без сигарет так туговато мне будет тут. И всё же, пусть и немного, но в чём-то мы с тобой похожи. Я тоже никогда не знал точно, где находится мой настоящий. У тебя хоть... У тебя хотя бы есть друзья. Хм... Это в этом лесу совсем-совсем одна? Почти. И почему ты продолжаешь находиться здесь? Всё сложно, может не будем об этом? Ну окей, ушки. Это, конечно, совершенно не моё дело, но очень уж интересно, что её здесь может держать. Да и вообще, глядя только на её внешность, появляются вопросы. Кстати, есть хочешь? Не отказался бы от завтрака. Вообще, уже время обедать. Так, а во сколько ты меня разбудила тут? Около полудня. Вау, давненько я так не драг. Я сейчас сбегаю кое-куда и попробую стащить нам что-нибудь на обед. А то в прошлый раз я не успела забежать за едой. Стащить? Ну, с этим я могу помочь. Опыта, думаю, поболее будет. После нашей прошлой встречи в парке, я даже не удивлена этому. Эти слова прозвучали от неё с какой-то обедой в голосе, что сложно было не заметить. Слушай, показало бы ты сразу, что там прятала у себя в кармане, я даже не подошёл бы к тебе. А теперь, это ведь из-за тебя творится весь бред вокруг. Сначала Андрей пропадает с тобой. Затем я как-то, оказываясь, не пойми где, но главное, опять вижу тебя. Тебя я не хотела тащить за собой. Ты сам украл и слупил мои грибочки. Скотина. А-а-а! Так теперь я виноват стал, что попал сюда. Ну да ладно, даже если так, то всё-таки. Андрея, это ты ведь специально сюда затащила? Зачем, кстати? Я пошла нам за обедом, короче. Далеко не отходи. Эй, а ответить! Хотя твой запах уже запомнила, так что быстро найду в любом случае. Стоять! Я не договорил! Ей вообще всё похую. Ну да, ну да. Пошёл я нахер. Может, всё-таки стоило окликнуть тогда, Андрея? Нет, я бы не смог в той ситуации поступить иначе. Хотя, возможно, и надо было бы забить свои морали куда подальше. А тем временем я заметил, что начало понемногу темнеть. Всему виной были тучи, которые уже скоро будут над моей головой. Но только этого не хватало. Нужно ускорить поиски. Кстати, а в какую сторону там пошёл Андрей? Хм. Ладно, попробую пойти в ту же сторону, что и Юля. Ведь, скорее всего, она пошла за едой именно в то место. А уже забыл, как она там его называла. Через некоторое время вдали уже виднелись просветы между деревьями. А это означало, что я уже скоро выйду из этого леса хоть куда-нибудь. И опять кто-то промелькнул впереди. Опять та же белая рубашка и красный галстук. И я решил действовать по той же тактике. Спрятавшись за ближайшее дерево. Ну и кого там несёт сюда на этот раз? Не, ну она вдавательная, этого не отнять. Гинстон? Присмотревшись внимательнее на приближающуюся фигуру, я немного удивился такой встрече. Путник был очень необычным. В том же типе одежды, что и Андрей. Минуту я просто наблюдаю за тем, как она идёт мне навстречу, и не хочу ни на одно мгновение отрывать от неё взгляд. Ля какая! Что же она забыла в этом лесу? Или он такой спокойный, что тут вот так вот гулять можно в одиночку? Хм, минуточку. В моих глазах блеснула искра, когда я увидел кое-что в её руке. Ошибиться я никак не мог. Это меня обрадовало так, словно я сорвал джекпот. Там, где шансы выигрыша были меньше процента. Выигрыша? Выигрыша? По рукам надо давать. У меня глаза болят от этого. Эта пачка, этот цвет. Эти стыки я узнаю где угодно, неужели она курит такие же? Уверен, это знак. Теперь уже точно нужно с ней познакомиться. И отжать побольше сигареток. Дождавшись, пока она пройдёт мимо моего дерева, я выхожу на тропинку и обращаюсь к ней. Эй! А? Привет, говорю. Ты кто? Тише, 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 не кричь это так. Можно сказать, что свои. Не похож ты на своего? Из какого будешь отряда? Не знаю я о чём-то, так что давай сразу к делу. Можно у тебя стрельнуть сигаретку? Теперь меня увидели с сигаретами, вот блин. Ага. Ты не думай, я никому не собираюсь об этом рассказывать, если так об этом переживаешь. Но можешь одолжить одно. Эм, ну... Чё? Хорошо, хорошо, я всё равно не умею. Ты чего? Ничего. Курить что ли не умеешь? Я тебя умоляю. Но мне же лучше, можно я тогда возьму две? Ладно. Можно три? Хорошо. Пять. Да берёжа, сколько хочешь. Серьёзно? Даже отжимать не пришлось. Ха-ха-ха. Всё равно хотела я их спрятать где-нибудь здесь и забыть. Ну ты даёшь. Отдай лучше мне тогда, чё добро пропадать. Да, пожалуйста. Боже, ты даже не представляешь, что только что могла выбросить. Как тебя зовут, кстати? Алиса. Алиса? Алис? Хм. Чёрт. Лис. Ты чего? Да вспомнил кое-что очень важное. Мы должны были встретиться сегодня утром в назначенном месте. А теперь... Я даже не знаю, что она подумает. Какой же сегодня хреновый день. Резким движением я достаю свою запасную зажигалку. И как только поджигаю сигарету, сразу же глубоко затягиваюсь. Было ощущение, будто я не курил целую неделю или даже месяц. Вкус знакомой сигареты был на удивление каким-то другим. Выпустив тяжёлый сигаретный дым из лёгких, я сел на землю и отвёл хмурый взгляд в сторону. Не обращай внимания. Последнее... Я просто не знаю... Последнее время. Я просто не знаю, что случилось с этим миром. Зови меня, Шустрый. Долго объяснять почему, да и не так важно это сейчас. А может, нормально представишься? Для первого знакомства хватит и так. Меньше вопросов, Алиса. Ты странный. Чего так дёргаешься? Если бы она не сказала, я бы так и сидел нервно подёргивая ступнями, создавая вид психически нездорового парня, который даже представиться по имени не хочет. И совсем не удивился бы, если она уже так думает. Если она уже думает, что я не в ротике или вообще просто поехавший. Да всё, не могу привыкнуть к новому окружению и климату, если честно. Тут такой бред в голове. Куда я попал, скажи мне! Ээээ... Пионер лагеря Савёнок? Вот оно как. От одного названия меня пробило на смех. Сам пошутил о себе в голове, а сам посмеялся. Эта шутка, очевидно, могла рассмешить только меня. Кажется, мне не стоило так быстро затягиваться. Ого, уже скурил. Хоть следующее зажигай. Подкуривай! Блять, болван! Тот, кто писал так. Может, это из-за сигарет ты себя так странно ведёшь? Я в норме, в норме. Мда. Присев под дерево рядом, я сложил руки на коленях и хмуро повторил вопрос. Давай без приколов, ещё раз. Где мы сейчас находимся? Мне очень не понравилось выражение её лица, которое последовало сразу же после моего вопроса. Без слов понятно, что она уже считала меня немного того. Здесь находится пионер лагерь. Этот лес, так же его территория. Если ты не здешний, то, скорее всего, прибыл на автобусе сегодня к воротам лагеря. Но как сюда-то попал вообще? Так, я понял, что если мы продолжим разговор на эту тему, то я окончательно поплыву. Лучше давай о другом. Ты в этом самом лагере многих знаешь? Лично не всех, но интересно вам могу рассказать о многих. Тебе такой серьёзный и темноволосый парнишка, не знаком случаем. Ростом почти как я. Андрей, его имя. А этот, да, к сожалению, знакомый. Да он вечно строит из себя такого крутого парня, ничего другим не рассказывает, убегает. Да стал уже. Ему помочь хотят, а он просто отталкивает всех от себя. Теперь я точно знал, что мы говорим об одном человеке. И это заставило меня улыбнуться. Да, это в его стиле. Вы с ним знакомы? Довольно отлично. Даже так? Может, тогда ты мне расскажешь, почему он такой? Ох, Алиса, лучше бы тебе не знать того, что знаю я про него. Почему же? Да так, мысли вслух. Андрей не тот, кем может казаться сначала. Он будет до конца делать вид, что всё в порядке и что всё ему под силу. Он будет отстраняться от людей, будет убегать. Волк, который не любит жить в стае. Чёрт знает, что у него вообще творится в голове. Он не тот, кому можно предлагать помощь. Если хочешь ему помочь, то просто делай и даже не спрашивай. Хм. Пусть сначала извинится хотя бы. То, как он избегал нас, меня очень взбесило. Тихо посмеявшись себе под нос и вспоминая случай из жизни, я решил немного рассказать ей об Андрее. Андрей не станет извиняться. Как ты себе это можешь представлять? Он отдаёт долги по-разному. Тратить время на слова уж точно не про него. Если нужно будет, то он скорее рискнёт головой, чтобы рассчитаться. Такой уж этот идиот. Главное, чтобы кони не двинул в этот момент. Ой, как-то совсем не верится. Небось выставляешь своего друга героем, чтобы я его так просто простила. Вспомни меня, когда убедишься в обратном. Ладно, могу я тебя попросить ещё об одном одолжении. О? Для остальных ты сейчас никого не встречала здесь. А сигареты, как ты ей говорила, выбросила в лесу и забыла про них. Ишь ты какой! Хм, ну я подумаю. А за мной не заржавеет. Андрей уже два дня обещал кое-что для меня. И ведь все ещё не выполнил обещания. А раз вот друзья, то не такой ли ты тоже? Два дня, говоришь? Ну а жди полные расплаты сегодня, ведь обещанного три дня ждут, а? Вообще-то года. Ну а он сократит до трёх дней. Почему-то я прямо уж очень сильно в этом уверен. Ладно, посмотрим. Вот если так и случится, то я буду молчать про нашу встречу. Даю слово. О как! Ну а если встречу его, то обязательно напомню, что прежде всего, как следует... Но прежде всего, как следует, наваляю ему. Вы ещё и дерётесь? Раз в неделю точно. Ну а иногда и два бывает, когда я его уж очень сильно достану. И возможно даже он оказался здесь из-за той глупой драки в парке. Ведь можно было просто послушать его и пойти по домам. Вот она, значит, мужская дружба. Тебе это прозвучало довольно двусмысленно. Ну да ладно. Типа того. Слушай, а вот ещё что. Эти сигареты тебе случайно не Андрей как раз отдал. А как ты узнал? Всё-таки не совпадение. Значит, это мои. Перед нашей последней потасовкой я ему их подкинул и не успел забрать. А они, смотри-ка, сами ко мне в руки пришли. Вау, даже отсутствует всего одна штука, не считая той, что я только что скурел. Ты тоже, как и Андрей, приехал недавно? Угу, приехал. Проснулся час назад здесь, в лесу. И уже успел поплыть от жизни. Сходи к нашей медсестре на всякий случай. Вот только не надо меня считать поехавшим. Думаю, сейчас уже нам пора расходиться. Ты обиделся, что ли? Нет. Просто тучи всё больше сгучаются над нами. Нужно ещё найти крышу над головой. А ведь правда. Тогда и я возвращаюсь. Ты же тоже собираешься в лагерь? Э-э-э, да, наверное. Я догоню попозже. Как там дойти до этого лагеря? Алиса махнула рукой на тропку позади себя. Просто идёшь по этой тропинке и точно выйдешь на первую улицу. Кстати, там как раз до медпункта недалеко. Э-э. Давай повтори ещё раз. Это ведь так смешно! Ладно, ладно, до встречи. А, ещё. Как я могу тебя найти, если что? Это так, на всякий случай спрашиваю. Мой домик находится на первой улице, номер 23. Как будто я здесь знаю все улицы и номера домов. Она тебе только что сказала. По этой тропинке и выйдешь на первую улицу, и узнаешь мой домик вот... Вот как. Знаешь, флаг весёлый Роджер? Череп с костями, что ли? Ну вот. Он у нас висит на двери. Его с улицы хорошо видно. Думаю, найду. Тогда всё. Я пошла. Увидимся ещё. Давай. Как только она скрылась за деревьями, я протёр как следует глаза руками и удручённо вздохнул. Уже хоть что-то. Осталось только спрятать тут часть своих вещей. Ведь я не знаю, как к ним отнесутся там. Поднявшись с земли, я встал по центру тропинки и ещё раз вспомнил про одну девчонку. Которая обещал найти Андрею вместе с ней. Простились. И видно, я буду всё-таки один его искать. Ну а как верно, с ним можешь делать со мной что захочешь. Я не буду сопротивляться. Ну что ж. А в общем-то, что там будет дальше, мы узнаем уже в следующий раз. На этом на сегодня всё. Так что всем спо... Спасибо за просмотр. И всем спокойной ночи. Ладно, пусть уже спокойной ночи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok